Все сотрудники крымских музеев должны пройти курсы повышения квалификации до 2018 года. Вопрос повышения качества их работы и полный переход музеев в законодательное поле России стал главным на научно-практическом семинаре в Симферополе. В нем приняли участие специалисты Федерального министерства, а также республиканские работники культуры. Сейчас основной вопрос для музейщиков – полный переход в новое законодательное поле. В частности, все сотрудники должны пройти повышение квалификации, а вместе с ними переподготовку должны пройти и чиновники Министерства культуры. Главная проблема крымских музеев – войти в правовое поле Российской Федерации, потому что оно все-таки несколько отличается от того, в котором крымские музеи жили до этого момента. Я думаю, что это преодолимо, и главной целью семинара, который сейчас проводится, как раз является помочь крымским музеям преодолеть эти проблемы, которые у них есть. На то, чтобы пройти все изменения, у крымских музейщиков есть два года. После этого начнутся тщательные проверки. Наше управление, как контрольно-надзорный орган, он никого не проверяет. Поэтому у нас сейчас очень благодатный период. Мы готовимся к регулированию в правовом поле и к требованиям, которые надо будет, безусловно, выполнять и наказывать нарушителей, но с 2018 года. За 2015 год крымские музеи заработали почти 350 миллионов рублей. Конечно, большая часть пойдет на заработную плату сотрудников, но впервые 10% от суммы выделят на обеспечение охраны и пожарных сигнализаций. Большинство из зданий также нуждаются в капитальном ремонте. В частности, в Симферопольском художественном музее из-за подмыва грунта просел пол. Трещинами пошли несущие стены. Несколько лет этот вопрос оставался нерешенным. Сейчас все изменилось. Он вошел в федеральную целевую программу, знаменитую, там где миллиард 200 миллионов предусмотрено по поручению прямому президента, идет, уже сейчас идет реставрация. К сожалению, нельзя всю реставрацию провести на каждом объекте. У нас их, вы знаете, больше 20 по этой программе. Но первоочередные работы мы проводим, в том числе, это очень важно, стоки, ливневки, канализация. Впереди еще много работы, и она касается разных направлений, как на законодательном уровне, так и в вопросах переквалификации сотрудников и в целом подхода к музейной работе. В связи с этим подобные семинары планируют проводить регулярно. Екатерина Наумова, Александр Тегнеридно. Время новостей.